Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задача 816. Дано. Нам дан равнобедренный треугольник АВС и в нём АС основание. Начертим треугольник АВС с основанием АС. И в этом треугольнике проведена бисектриса АД. АД – это бисектриса. Через точку D по условию проведена прямая перпендикулярная АД. Она пересекает прямую АС в точке Е. Тогда запишем, что ДЕ перпендикулярна АД. И ещё сказано, что проведены две высоты, два перпендикуляра. БМ и ДК. БМ перпендикулярна АС. И ДК тоже перпендикулярна АС. И ещё в условии сказано, что отрезок АЕ равен А. И нам нужно найти отрезок МК. Начнём с того, что мы обозначим точку пересечения прямой ДЕ со стороной треугольника АВ. Обозначим как точку П. И рассмотрим треугольник АПЕ. В этом треугольнике АД. АД же перпендикулярна стороне треугольника ПЕ. По условию прямая ПЕ проведена перпендикулярно АП. Но также АП – это АД. Это и бисектриса. По условию АД это бисектриса угла А. То есть угол 1 равен углу 2. А тогда, раз АД является в треугольнике и бисектрисой, и высотой, то такой треугольник АВЕ является равноведренным. А в нём ПЕ – это основание треугольника, а АП и АЕ – это равные боковые стороны. Ну и раз АЕ равно А, значит АП тоже равно А. Второе. А теперь мы проведём прямую через точку Д параллельно АС. Обозначим эту прямую точку О, это пересечение параллельно прямой с ВБ, и запишем, что мы провели ОД параллельно АС. И теперь рассмотрим треугольник АОД. Поскольку прямые ОД и АС параллельны, то накрест лежащие углы равны. Угол 2 равен углу 3. А раз угол 2 равен углу 1. АД – это же бисектриса. Значит, угол 1 равен углу 3, а это значит, что треугольник АОД равнобедренный. И в нём напротив равных углов лежат равные стороны. АО равно ОД. А теперь докажем, что равнобедренным является треугольник ПОД. Найдём его углы. ОД параллельно АС. Таким образом, угол… Вот обозначим этот угол 4. Таким образом, угол 4 равен углу Е, поскольку эти углы являются соответственными при пересечении параллельных прямых ОД и АС с секущей ДЕ. В свою очередь, угол Е равен углу… Обозначим его угол 5. Поскольку эти углы являются углами при основании равнобедренного треугольника АПЕ. И раз угол Е равен углу 5, и угол Е равен углу 4, значит, угол 4 равен углу 5, а это значит, что треугольник ПОД равнобедренный, и в нём напротив равных углов лежат равные стороны. Сторона ОП равна стороне ОД. А ОД у нас равно АО. Тогда получается, если ОАО и ОП равны, значит, и АО, и ОП – это половины от отрезка АП. поскольку они в сумме составляют отрезок АП. Отрезок АП – это АА, значит, они равны А на 2. И в том числе отрезок ОД тоже равен А на 2. Четвёртое. БМ перпендикулярно АС по условию. Но раз прямые ОД и АС параллельны, значит, если мы обозначим точку пересечения БМ с ОД буквой F, то тогда БФ тоже будет перпендикулярна и прямой ОД. БМ является высотой, проведенной к основанию равнобедренного треугольника. Значит, тогда БМ является и биссектрисой, и делит угол В на 2 равных угла. Но тогда и высота БФ тоже делит угол В на 2 равных угла, а значит, она является и биссектрисой, и высотой в треугольнике ОБД. А это значит, что треугольник ОБД равнобедренный, и БФ тогда является в этом треугольнике также и медианой. А раз БФ – это медиана, значит, она делит отрезок ОД на 2 равных отрезка. Отрезок ОФ равен отрезку ФД, и каждый из них равен половине от отрезка ОД. Отрезок ОД равен А на 2. Значит, тогда отрезок ОФ равный отрезку ФД будет равен А на 4. И пятое. А теперь рассмотрим четырехугольник ФДКМ. Этот четырехугольник образован двумя параллельными прямыми. ОД и АЦ, значит, ФД лежат на параллельных прямых. ФД параллельно МК. Две другие стороны, ФМ и ДК, эти стороны лежат на двух перпендикулярах к одной и той же прямой. И раз две прямые перпендикулярны третьей, то они параллельны. Значит, ФМ параллельно ДК. Тогда четырехугольник ФДКМ как минимум параллелограмм. Ну, у него все углы еще прямые, значит, он является прямоугольником. А раз ФДКМ прямоугольник, то в нем противоположные стороны равны. Сторона ФД равна стороне МК. И, значит, если ФД равно А на 4, то и МК равно А на 4. Ну, вот мы нашли искомый отрезок МК, и нам осталось только записать ответ. Отрезок МК равен А разделить на 4. Задача решена. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. Если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.